МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вес ее самое главное. Всего наше 200 килограмм". -"Крепится быстро? Снимается? Но она непосредственно только под реагент? Или под все смеси? Нет, только соль и реагент. Только соль и реагент? Без песка? Да, без песка. Впервые на тротуарах округа специальная установка на базе «Газели» с приводом от электродвигателя будет обрабатывать пешеходные дорожки во время гололеда. От песка дорожники стараются уходить. Делают ставку на соль и реагенты. Одинцовская ДРСУ уже заготовила тысячу тонн материалов. К зиме предприятие готово. Это первый тротуар. Он больше тротуарный. Но тоже мы купили оборудование для погрузки. А второй, он уже мощный. Для него не страшны разницы в температурах. Комбинированные дорожные машины, трактора, лаповые погрузчики, средства малой механизации. И, конечно, люди. С учетом прошлогоднего опыта число рабочих решили увеличить. В этом году у нас общее количество дорожных рабочих в среднем примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Потому что по результату прошлого года мы сделали соответствующие выводы в связи с обильными снегопадами. В этом году опять прогноз у нас примерно такой же, что возможно обильные снегопады и возможно ранняя зима. Поэтому мы к этому готовимся. Ямочный ремонт дорог, покраска пешеходных переходов, установка дорожных знаков – все это обязанности Виталия Буденкова. Начинал с простого рабочего, сейчас начальник участка. Признается, работать стало интереснее, но сложнее. Большую помощь оказывают активные жители. Нам легче тем, что жители активно в социальных сетях выкладывают недовольство, какие-то негативы. И мы реагируем не только на то, что вот у нас есть текучая работа, а мы видим то, что действительно людей беспокоит. И мы на это просто реагируем и делаем так, чтобы этих постов в инстаграмах, я не знаю, в одноклассиках было меньше. То есть работаете на опережение? Ну, стараемся так, да, всегда, конечно. 17 октября – День работников дорожного хозяйства за успешное выполнение профессиональных обязанностей Виталию Буденкову, как и его коллегам из других предприятий, вручили благодарственные письма главы Одинцовского округа. Впрочем, расслабиться по праздничному поводу дорожникам не удастся. Уже на следующей неделе синоптики обещают первый снег. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.